Привет, друзья! Наконец-то после грандиозных вечеринок Рождества, Дня Рождения и Нового Года в Рио-де-Жанейро я покинул этот замечательный город и переместился в другое место. Нахожусь я сейчас на северо-востоке Бразилии, в штате Байя, в городе Сальвадор. Город Сальвадор это третий по величине город Бразилии, очень знаменитый тем, что, во-первых, это первая столица Бразилии, во-вторых, это один из старейших городов, основанный не только в Бразилии португальскими колонизаторами, но и вообще во всей Латинской Америке. Он был основан в самом-самом начале 15-го века, точнее, 16-го века. Он был основан в самом начале 16-го века. Город очень красивый, с прекрасным историческим центром, куда я сейчас направляюсь. Также город, в городе процентно живет практически более 51-го процента чернокожего населения. Это самый большой процент Бразилии. И здесь, в общем, очень развита африканская культура. Вот, здесь произошла... была изобретена капуэра, такой вот уникальный бразильский вид хореографии и боевого искусства, скажем так. Вот, здесь также специфическая кухня, много морепродуктов. Поэтому здесь, собственно говоря, такое количество черного населения, потому что всех рабов в Латинскую Америку первоначально завозили сюда. Вот. Ну что ж, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, Сальвадор был основан в 1549 году и, как я уже сказал, является одним из старейших городов в Южной... вообще во всей Латинской Америке. Центральная часть, исторический центр очень красивый, является культурным наследием ЮНЕСКО. Один из самых красивейших латиноамериканских центров. Также, как я уже сказал, огромное количество африканского населения, более 51%. Вот. И, как вы видите, уже прям африканская культура повсюду. Девушки чернохожие в национальных костюмах. Капуэро вот на улице. Правда, какая-то такая ленивая. Я видел в Рио Капуэро, ну, там люди прям реально с сальто прыгали и что только не вытворяли. А здесь как-то, ну, так, еле-еле ногами машут. Вот. Ну, в общем, может быть, увижу что-то покруче. Вот. Огромное количество здесь церквей. Очень город религиозный. Вот. Это вот одна из главных площадей. Вот. Население в городе 3 миллиона человек. Во всей агломерации, как это называется, Metropolitan Area, да, по-английски. Порядка 4 с небольшим миллионов. То есть город очень-очень большой. Вот. Что-то типа нашего Питера. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Вот сзади меня находится знаменитая церковь Сан-Франциско Наверное, ну самая знаменитая здесь в Сальвадоре Это не просто церковь, это целый прям храмовый комплекс С кучей пристроек, с внутренним двором С кучей каких-то там капелл Всяких башенок и так далее Отдельных еще небольших церкушек Туда я сейчас попытаюсь зайти и посмотреть, как же там все устроено Потому что церковь очень интересная Одна из самых старых здесь, церковь 16 века Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пожалуй, такой красоты еще в Южной Америке я не видел По-моему, это, наверное, одна из самых, ну, наверное, самая роскошная церковь, которую я посетил в Южной Америке Я вообще, как бы, не являюсь религиозным человеком Люблю, тем не менее, заходить в старинные церкви Потому что, ну, это отражение, как бы, архитектуры Передовой технологической мысли И отражение всей той красоты, которая была накоплена данному моменту цивилизацией И вот данная церковь как раз просто абсолютно в полной мере подтверждает эту мою мысль Поскольку, ну, очень красиво Вот эти вот плитки шикарные, барочные барельефы в церкви, в самой, в главной Просто невероятно красиво Вот, кстати, по поводу, по поводу исторического центра Исторический центр, в котором я сейчас гуляю, называется Пелориньо Или просто Пело И означает это столб для, как-то говорится, для наказаний В общем, столб, которому привязывали рабов, провинившиеся И секли их плетьми и розками Вот такое вот название, в общем, здесь все связано с работорговлей в этом городе, исторически Даже капуэра, кстати говоря Знаменитое, теперь уже всемирно популярное боевое искусство, бразильское Которое именно родом отсюда, как я уже сказал Капуэра в переводе с португальского означает клетка для кур И это такое ироничное название для тех клеток, в которых держали когда-то рабов Здесь, привезенных из Африки И которые, собственно, именно здесь, в Сальвадоре И придумали это теперь всемирно популярное искусство ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сальвадор находится на довольно крупном полуострове, Который довольно далеко выдается в море и закрывает вход в бухту Вот сзади меня как раз видно эту бухту Бухта абсолютно защищена от штормов, ураганов и прочих цунами и катаклизмов Вот, бухта очень стратегически важная Здесь находится крупный порт Собственно, это был первый порт в Бразилии, основанный португальцами Одновременно вместе с городом Сейчас, наверное, порт Рио-де-Жанейро является более крупным Но, тем не менее, Сальвадор, Сальвадорский порт считается, ну, наверное, вторым по стратегической важности здесь Вот, также город разделен на две части На верхний город и нижний город Потому что сейчас вот я нахожусь на верхнем городе Исторический центр находится в верхнем городе На таком скалистом плато Высотой примерно 85 метров И, соответственно, вот там вот сзади меня видно нижний город Сейчас я ближе подойду и покажу этот нижний город Там находится порт, там находится много других всяких интересных мест Туда я обязательно спущусь И все это дело сниму И вместе мы это все увидим Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, сзади меня сейчас находится знаменитый лифт, который называется Элевадор Ла Серда Это старейший лифт Бразилии, который был построен в 1873 году С целью для соединения верхнего города и нижнего города Был построен одноименным, так сказать, бизнесменом Купцом по фамилии Ла Серда И с тех пор он, естественно, претерпевал неоднократно различные реставрации С применением более современных технологий Но, тем не менее, он открыт уже более 100 лет Порядка 150 лет Перевозит пассажиров каждый день 24 часа в сутки И, в общем, это одна из самых, как бы, таких топовых достопримечательностей Сальвадора И гордости Сальвадора И я не уверен, но это, возможно, даже первый лифт во всей Южной Америке Это еще одна достопримечательность Сзади меня Mercado Modelo Знаменитый рынок в нижней части города Чем там торгуют, пока не знаю Пойдемте вместе выясним, что же там такое продают Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok